...собирал информацию, куда-то ездил в одно место, в другое место, в третье место, вот, то эта же полоса, она тоже не будет стоить еще, и она будет стоить, например, там, две тысячи рублей, потому что часть контента какого-то, ну, там, есть какие-то технические вещи, да, где-то можно подэкономить, вот, и оплачивается она, конечно, по повышенному боноралу, эта вся история, то есть человек должен не только понимать, да, что он провел эту работу, да, но то, что он за эту работу хорошо должен получить, вот, поэтому цена инфографики, цена какой-то, ну, это касается не только инфографики, иногда это, может быть, интервью, обычное интервью, допустим, оно будет настолько эксклюзивным, настолько интересным, уникальным, и, опять же, журналистом бегал, там, за этим человеком, полгода, я-нибудь подкараулил его и взял это интервью, вот, и этот материал тоже будет оплачен несколько повыше, чем остальные, вот, то есть закладываем определенную сумму на то, чтобы оплатить, ну, побольше, все-таки материал, вот, да. То есть у вас нет, там, сколько рублей строка своей? Нет, нет, это глупости, ну, может быть, кто-то и применяет это в свое время, но, я не знаю, это не совсем правильно, ну, что значит строка, да, строки разные бывают. Ну, там есть вторая строка, третья, первая строка, обработанный материал, не обработанный. Да, ну, у нас журналисты все достаточно высоко квалифицированы, то есть, когда, например, редактор читает материал, вот, редко-редко бывает, когда он, допустим, возвращает на доработку, да, обычно все, может, там, пару слов поменять, и все материал готов, потому что журналисты профессиональные, и нет такого, что, там, обработанный, там, не обработанный, материал создается у нас уже, конечно, в обработанном виде, в готовом полностью. Нет, это понятно, я имею в виду, кто-то или служба какая-то принесла, журналист обработал, ну, понятно, там, поменьше платят за это, как он обработал. Нет, ну, видите, как, обычно у нас не приносят службы что-то, мы сами дам информацию, у нас коммерческое предприятие, которое выпускает на свои деньги газеты, соответственно, нам не интересно опубликовать просто, что там, допустим, привезли кто-то, да. Мы берем свой эксклюзивный контент, мы разрабатываем тему, будем делать эту публикацию, да. То есть у нас такое редко бывает, то есть по строкам мы не оплачиваем. Ну, а дизайнеры тоже гонорал получают такие. У дизайнеров немножко, дизайнеров, скажем, прямо, наверное, мы загнули, у нас один дизайнер сейчас, в данный момент, он верстальщик, он дизайнер, вот, он мне помогал в презентации этот фон поставить, чтобы совсем ко всем слайдам был сэрингий фончик. У него есть оклад, у него есть персональная добавка, то есть это именно за то, что вот он такой хороший человек, что он хорошо и персонально работает, ему определенную сумму только за это. То есть он может ничего не сделать, но эту сумму он получит, потому что он до этого уже ему всего сделал. Ну, конечно, такое не происходит, потому что всегда работы хватает. Вот, и каждая полоса, она тоже стоит денег. Вот там есть как раз категории. Есть первая категория, когда просто, например, выставить макет рекламы, есть вторая категория, когда просто текстовый материал представлен. Есть третья категория, когда с картиночками. Четвертая категория, самая выше, это вот инфографики и всякое прочее, прочее. Но на самом деле, сама гонорарная часть, вот, в зарплате, допустим, того же дизайнера, она не очень сильно большая, потому что вот он в основном зарплату получает за... за квалификацию, ну, за квалификацию, да, можно так сказать. Еще какие-то вопросы есть? Все? Подойдешь, что? А, в какой контент, пожалуй, дизайнер? Ну, вся у нас верстка осуществляется в программе их дизайн для того, чтобы делать... Это именно верстка. Для того, чтобы делать различные объекты, используется Corel, используется Photoshop. Раньше использовалась, когда вот у нас был инфографист 3D, программа 3D Max. Это вот именно специальная программа для дизайна Google с 3D инфографики. Вот, но вообще оперируют вот этими тремя программами дизайна, то есть InDesign, Corel и Photoshop, да? Все?